Мотосотина и вереница мотолюбителей всех масти начала стекаться в байк-центр в Нижних Мневников с самого утра. Рок-музыка, брутальный стиль одежды и, конечно же, мотоциклы всех классов и комплектаций. Все мероприятия словно мотовыставка. От классических и легендарных Харли Дэвидсон до ультраскоростных Хонда и Сузуки. Впрочем, и так называемые круизеры, предназначенные для многокилометровых поездок, покоряют сердца бывалых байкеров. Ну, это Хонда Голдвинг, это круизер. Главное удобство – это очень легкая управляемость. Здесь все продумано до мелочей. Натертые до блеска цилиндры и спицы, и эпатажные наряды. Каждая деталь словно подчеркивает – байк-культура – это особый мир. Традиция эта уходит в 80-е годы. То в этом году, в этом году мы, то есть не только в этом году, уже несколько лет подряд мы свое открытие делаем с оглядкой на Пасху. Колона под предводительством ночных волков берет старт на смотровую площадку Воробьевых гор. Вне порядка 500 мотоциклов. Для проезда перекрыли движение на улице. Многие участники байк-движения в седле уже несколько десятков лет. Рок-музыкант Спартак – один из его самых матерых представителей. Мотоцикл – это что-то духовное, наверное, для нас. Садясь на мотоцикл, мы превращаемся в других людей. То есть из обычных людей, которые ходят на работу, мы превращаемся в свободных летучих голландцев. Начало мотоцикла для любого байкера – это основное пробуждение после долгой зимней спячки. Уже по традиции в первую субботу после Пасхи в Москву стекаются до тысячи мотолюбителей со всей России и стран бежащих возрубежья. Чтобы большой, яркой и шумной компанией отметить, возможно, самый главный день своей жизни. В этот вечер в столице действительно было шумно. Рёв моторов заполнил буквально весь город. Финальный аккорд, в прямом смысле слова, мотолюбители поставили на фееричном шоу в байк-центре. Александра Селезенева, Георгий Новицкий, телеканал «Звезда», Москва.